Всем, кто приходит ко мне и говорит, «Но вы говорили два года тому назад вот это, а три года назад тому вот это». Я отвечаю, «Да, я теперь говорю обратное, а через пару лет, может быть, снова повторю то, что сказал тогда». Нет гибкости у людей в мышлении. То есть, если человек сказал сейчас так, а потом он сказал по-другому, то ищет в этом противоречия. Хотя на тот момент, в той ситуации, в конкретных условиях, это соответствовало истине, пусть не все истины, а именно вот той локальной истине. Потом можно совершенно противоположное говорить, не потому что ты поменял какие-то взгляды, а просто потому что видение как бы, ну, другого аспекта появляется. И в этом нет ничего страшного. И не надо искать противоречия никогда. И не надо абсолютизировать высказывания людей, которые, ну, в процессе жизни, в процессе, так сказать, эволюционной трансформации меняют свои взгляды и точки зрения. Вот я, например, бы сейчас, вот ту книгу «Первая свобода от смерти», я бы ее переписал. Но я не имею права ее переписать. Это был мой взгляд на то время, вот на те события, на мои переживания реальности. И слава богу, что люди, которые становятся на путь, видят там дождейственность моих взглядов, тогдашних, со своими взглядами, хорошо. А если бы сейчас я стал ее переписывать, я бы так ее изуродовал, что вообще никто бы ничего не понял. И сказали, вот какие-то там фокусы. Вот я бы примерно это стал говорить, а это-то надо говорить уже, пройдя что-то. Поэтому нормально все. Есть какая-то последовательность. изменение, трансформация твоих каких-то, так сказать, внутренних видений, твоего внутреннего видения, каких-то убеждений. Истина-то раскрывается пластами, отпадает какая-то шелуха. И слава богу, что есть эта динамика. Не надо ничего, так сказать, из прошлого перекрещивающегося, что это было неправильно. На тот момент это было правильно. И для многих людей это правильно, поскольку они таким же образом к этому подходят. Вот я не могу свои прежние книги читать, просто не могу, потому что вот я на сегодня вижу, что вообще все надо сделать здесь по-другому. Но я только могу испортить это, если я буду делать это вот по-другому. Это я тоже прекрасно понимаю. Вот каково было то состояние сознания мое, пусть оно останется таким. Это замечательно, я сейчас понимаю, что это нужно. Меня убеждают в этом именно люди, говорят, ну вот это понятно, просто вот написано, вот так будто это у меня, у меня все это было. Если мне говорят, вот читая мою первую книгу, у вас такие же переживания, как у меня, все у меня это было, вот в то же время, я говорю, это замечательно. Значит, вы способны мне поверить. А если я там закручу, вот знаете, какие можно, на ворота сделать, то он посмотрит, посмотрит, что это, это не мое. И прав будет. Если он начнет читать, там, допустим, с агендой матери, а не с первой книги, допустим, то, что я когда-то написал. Он скажет, какая-то чепуха. И действительно он будет прав. Сознание не готово сразу принять все в таких больших объемах. Должна какой-то ступенчатость быть. Это опасть. То, что я писал в девяносто пятом году, сейчас я, конечно, не написал уж никогда. Вот сейчас, если бы меня попросили написать, я бы не вспомнил. А вот то, что тогда и было, это был результат моих переживаний в то время. И хорошо. Должна быть гибкость мышления. Люди жаждут догматизма, жаждут незыпленности. Вот чтобы что-то вот сказали, это уже нельзя сдвинуть. Вот сказал он, вот так и должно быть. А во времени происходит изменение, безусловно. А когда мы жаждем догматизма, когда мы привязываемся к каким-то догмам, ссылаемся на то, что сказал этот великий авторитет, мы, следовательно, жаждем чего? Смерти. Нет динамики. Догматика – это смерть. Ну, незыблемость чего-то. Это вера выдала какого-то. Это не работа внутренняя, а вера во что-то. Вера без дел мертва. Всё. Догматист. Именно это и превратила учение в религии, говорит мать. Везде-везде. У них, в частности у ашрамитов, те, кто в ашраме живёт, были встречи с англичанами, европейцами, на которых они провозглашали. О, миру нужна новая религия. Это в ашраме говорит. Пришло время дать ему новую религию. Они хотели использовать имя Шриурабинда, чтобы сделать из него новую религию. Но я им ответил на это. Время религии кончилось. Они не поняли, они пришли в ужас. Ну, как толку что-то? Ну, давай религию. Всё, всё сделаем. Это новая религия. Религия не может быть новой. Религия может быть истиной или неистиной, если говорить о религии. Новая или старая, неважно какая. Важна истинность. И слово религии тут далеко не подходит. Это совершенно, так сказать, такое слово, так как любовь, религия, да? Ну, попробуйте определить, что это такое. Определить невозможно. Можно интеллектуально там понастроить, понагородить огород, а подлечься такой религии, а подлечься такой любовь. Однако это ни в коей мере не будет соответствовать истине. Это опять вот магия слова. Религия. Что такое религия? Объясните мне. Не понимаю. Может, я уже... Раньше я бы, наверное, определил, а сейчас я не могу это определить. Не получается. Захотел бы написать определение, но не получится. Я знаю, что должно быть, и что не должно быть. А вот что такое религия, я не знаю. И хорошо, что не знаю теперь. То, что создать религию, для чего нужна религия? Для чего её создают? Её создают для того, чтобы на ней паразитировать. Не более того. И сон паразитов появляется, на религии начинает паразитирование. Всё. Вот для этого они создаются, вот эти организованные системы. Учение – да, а религии – нет. Вот дано, как учение, но создавать, организовывать, сделать структуру какую-то – это конец, это паразитирование. На учении. Так же, как это произошло с учением Христа. С истинным, с удивительным, с фантастическим. На все времена. Но что из него сделали? Паразитируя на нём, взяв флаг его имя. А? Идола. Что? Да? Из него сделали. Идола, да. Против идола поклонничества выступать, да, а из него делают идола. Мёдкого идола. Всё. Икону. Не живого Христа, не то, что он оставил, как живой пример реализации пути, а вот икону. Верь. И всё. Далее мать говорит. Время религии кончилось. Настало время универсальной духовности. Она вот такое словосочетание употребила. Универсальной в том смысле, что она содержит в себе всё и подходит ко всему. Все религии были основаны на духовном опыте. Почему люди цепляются за религию? Религии основаны на вероучениях, которые представляют духовный опыт, сведенный к более доступному для понимания уровню. Но за счёт потери его интегральной чистоты и истинности. Вот эти религии создаются, и, соответственно, с созданием религии пытаются на словах как-то, так сказать, вот, ну, какие-то там догматы привести. То есть то, что потом окаменело в этих вот ментальных выражениях, уже не содержит, не содержит истины. Живая истина куда-то уходит. Она становится мёртвой. Слова никогда не способны выразить живой истин. Живая истина может быть только прочувствована на духовном опыте. Согласна, наверное, здесь со мной. Как только мы получаем слова, получаем какие-то догматы, всё это, ну, да, я верю в это, да, я это самое, могу там с этим согласиться, чем-то не согласиться, но я не понимаю того, что оно, вернее, я ощущаю, что это мёртвое, что это какое-то нежизнеспособное. Ведь нет живости, нет ощущений. Если я вижу эти слова, то в этих словах я вижу только слова. Я могу проголосовать за это, что это правильно, могу быть против, но это всё равно будет слова. Я голосую за слова, я голосую за какой-то фонтон. Если я этого не пережил, то для меня это нежизнеспособно, я не знаю. Но так оно и было. Так оно и было. То есть, время религии действительно кончилось. Мы вступили в эпоху универсальной духовности, в эпоху, как говорит мать, духовного опыта в его изначальной чистоте. То есть, надо вернуться к родниковым источникам истины. Вот учение Христа действительно родник истины. Бог есть дух, и поклоняться ему надо в духе и в истине. Он сказал очень лаконично и кратко. Не ему надо поклоняться, не Иисусу, не отцу. Можете хулить меня, он говорил, вы можете хулить отца. Это вам простится, но вовек не простится хуление духа. То есть, самой силой, которая есть реально, которую можно открыть, которую можно проверить, которая может тебя познакомить с Богом, действительно, с настоящим Богом. Это духовная ипостась вот той троицы ради Бога. Пусть будет Бог троичен, но это духовная ипостась, с которой ты можешь познакомиться. Бога Сына я не видел, не знаю. Я могу его отрицать. Могу его, так сказать, хулить. Он разрешает. Бога Отца вообще никто никогда не видел. Его даже представить невозможно. Тем более. А это то, с чем ты можешь познакомиться, с чем ты можешь быть соединен с Богом. Когда мне иногда говорят, а вот вы там что-то пишите о Христе, но вы там какой-то ересь, чушь несете. Нигде, ни в одной своей работе, когда я пишу о религии, о христианстве, три книги, 4-й сейчас готовится, я нигде никогда не хулил ни Иисуса, ни Бога Отца, ни Духа, тем более. Никогда, нигде я не пытался это перегугивать. Здесь я абсолютно нечестен. Что я о системе говорю, организованной, которая все это переделала, это другой вопрос. Но нигде, никогда у меня ни одной строчки не найдете, чтобы я это хулил, вот эту троицу хулил. Хотя Иисус говорит, можете меня хулить и там кого-то, и никто это делает. Вот, если я заблуждаюсь, я всегда понимаю, что я не могу что-то абсолютизировать, хотя понимаю, что делать, то я делаю это истинно. Я готов в ад пойти, готов пойти куда-то, угодно. Если вдруг я там что-то делал, но я делал это истинно. Все. То есть, я меняет вопрос решен. Ну, внутренне, я это все для себя. Жирокая мафина, там церковь, они могут так оброшиться, да, если вдруг захотят, ну, кто я такой, козявка, тоже на меня оброшится. У них сейчас свои дела, им надо обустраивать, вот здесь он, колокола там, красит, все золотить. Там другие заботы, сейчас время замечательно, на вас никто не обращает внимания, никаких нет гонений, не будет пока, пока они не обустроятся, пока фундамент не заложат, вот такой. А потом они же будут заниматься теми, кто там, об Исусе вспоминает, о настоящем. Пока он им не нужен, никто не нужен. по этому времени сейчас чудесный, поэтому надо сейчас все-таки зародить, что-то такое фундаментальное, дать возможность кристаллизации, центр какой-то, создать внутренний, без всяких организаций, есть есть. Тогда что-то будет, еще что-то возможно, так сказать, в духовном плане, способно родиться, появиться. Вот и все. И путь сознательной и духовной эволюции, это действительно есть некий синтез всего того, что позволяет не объединять это в какую-то организацию разделительную, противостоящую всем остальным, а просто, так сказать, следовать этому пути вне всяких организаций, вне всяких, так сказать, иерархий, вне всяких водителей, там, апостолов, я не знаю, там, еще кого-то, вне всяких имен, чтобы это ни с каким именем не ассоциировалось, чтобы не было имени никакого в связи с этим путем. И все. Это совокупный путь, это то, что является трудом и опытом многих, это поколение, это тысячелетиями вырабатывалось на сегодня. И какое-то, с каким-то именем это связывать, это кощунство. Поскольку это совокупный труд, он проявлялся в каких-то отдельных людях в определенные моменты, которые выносили это, ну, как бы на всеобщее обозрение. Но никак это с именем конкретным не должно быть связано. Никак. А иначе будет разделение. Это всегда будет разделение. Люди никогда не поймут друг друга. Духовно одаренные люди не могут понять друг друга, если они будут к каким-то именам привязаны, к каким-то школам, к религиям, я не знаю, движениям. Никогда не поймут. Они всегда будут свою исключительность понимать. Эгоистическая исключительность. Обязательно. Это эго всегда будет. Очень важная вещь, тонкие вещи. Но на сегодня это настолько становится очевидным, поскольку вот богатейший, так сказать, материал для наблюдений сейчас. Сейчас мы имеем, благодаря телевидению, литературе, всему тому, что сейчас пишут, читают и говорится, видеть, что мешает. Очевидно, мешает духовному объединению людей. Не человечество, а человечество говорить не нужно. Идей, которые действительно способны, готовы индивидуально объединиться с этим началом, но мешает магии имени, мешает догматика, мешают какие-то вещи, которые, даже та же самая форма. Вот бывает, человек там, кришнаитом, кому-то там и не принадлежат, они что-то там оденут, такое. Все, уже исключительно. Канькосу там могут сделать, косички там, что-то побрить. Вот и вот я отношусь к этим, а я к темам наших. Все. Как только ты к кому-то относишься, то к Богу ты никогда не придешь, то есть истину ты никогда не откроешь. Потому что эгрегор эгоистический будет тебя держать, он будет сосать твою энергетику, ты свободу не получаешь. А эта энергия тебя только питает. Никакого оттока, ты никого не кормишь. Никого не кормишь. А питаешься этой силой, силой питаешься. Вот этот парадокс. Казалось бы, в стаде-то хорошо, до времени, но период стадной эволюции закончился. Период сознательной, индивидуальной, творческой эволюции начался. Иисус открыл эту эру, открыл эту эпоху. Вот 2000 лет назад Он об этом сказал. Он говорил о малом стаде, о индивидуальной работе, о широких вратах, которые ведут в погибель. Все было сказано. Для меня показы кинофильмов, ваш рамит, мать говорит, не кажется самой большой помехой. Я так не думаю. Намного хуже. Все эти комиксы, которые они читают, они тратят свое время на чтение таких вещей. Ваш раме, что я в родину, она видит вот эти книжечки, которые они там читают, восхищаются. Комиксы, детективы. Сейчас вот очень модно женские романы. Сейчас какой-то сон, какой-то как рой женских писателей налетел. Все они писательницы стали. Сейчас миллион женских писателей. Раньше, ну, одна женщина или две от силы называли себя писателями. Сейчас миллион писателей, все женщины в основном. Но мужчина тоже что-то пишет, но читают в основном женщины-женщины. Там так близко, там так о жизни, как будто своей жизни не хватает. Люди, когда он витально застоялся, а витальное требует же каких-то катаклизмов, трагедий, чтобы что-то переживать. Вот своих трагедий уже нет. Муж уже внимания не обращает или ушел. Дети тоже их третировать нельзя. Ну, тогда надо какие-то чужие трагедии, с чужими трагедиями жить, читать книги, трагедии телевизор смотреть. Но это витальное, оно требует. А иначе оно не чувствует жизни. Оно тогда спит. Ну, наша задача действительно выйти с поля вот этих вот вещей. Вот мать очень говорит, фильм это ладно, пусть смотрят. Ну, тогда еще фильмы, наверное, приличные, индийские, может быть, были. Да, там все это музыка, любовь, песни поют, Радж Копор, те, кто помнит, был такой. Вот эти комиксы, они так тратят все это впустую. Мне очень понравилось в истории жизни Штей Авробина, в его биографии, как люди, которые его окружали, не понимали, почему он читает дешевенькие детективы. Почему он читает дешевенькие детективы? Почему он их вообще читает? И, ну, у нас читают какие-то духовные книги, а он всегда говорил, я счастливый человек, я ни одной книги по философии не читал. Вот прочтите, его свободно от известно, вы поймете, что это самая великая философия, не философия, а наука о человеке, в которой, может быть, на 86 страницах он о человеке сказал все, не читая никаких книг. Так вот, он читал эти дешевенькие детективы, я сейчас его прекрасно понимаю, а что еще читать-то? Что еще читать? Только вы не начинаете с детективов. Вы пройдите этот путь, а потом будете читать их и поймете, что читать-то больше нечего, никакой духовной литературы, никакой художественной. А детективы, да, нормальные, где там нет смерти, убийсть. Есть замечательный самый писатель, вот Рекс Сталт, я очень люблю, 20 томов у меня есть, я иногда могу один том прочитать, чудесный американский писатель, великолепный детектив, спокойный, без этих, кровожадности. Это одна женщина у нас была, ее духовное рождение описано, она певица, очень интересная, книги, вот в книге есть рождение в духе, нету, вот в этой, да, путеводителя, ее история. Так вот, у нее был очень сложный период, ей должны были делать операции, у нее с суставами были большие проблемы. И вот она говорит, Александр Алексеевич, я все перечитала, переписала, не знаю, что делать, маясь, вот жду этой операции, я говорю, ну, возьми их составу, купи вот эти детективы, почитай. Она говорит, большое спасибо, как вы меня спасали, на этот период. Ну, бывает так вот, все вот уже, все, уже наелась, все эти, духовные литературы, все уже, тошнит, конечно, тошнит, потому что уже сам все переживаешь, что там еще читать. И бесконечности все это мусорит. Вот такие парадоксальные вещи бывают. В последнее время, по ночам, разворачивается, вот какое переживание. Это что-то вроде объективизации, как будто разворачиваются сцены, и я в них одно из действующих лиц. Но это не я, это та или иная роль, которую я исполняю в этих сценах, для того, чтобы иметь двойное сознание, истинное сознание, и обычное сознание одновременно. И ситуации складываются почти как в кино. Всегда есть какой-нибудь сюжет, чтобы все это было более жизненным. Это, по сути, ее витальное тело, в витальном мире, под контролем истинного нового существа, начало жить в сновидениях. То есть, сновидение очень меняется. Меняется, меняется картина. То есть, вот картина жизни в сновидении становится фундаментальными. Это действительно какие-то спектакли, это действительно развидываются очень мощные сцены. То есть, реальность в сновидении становится, ну, настолько реальной, я могу просто сказать, что это такое. И я удивлялся, когда мать и сатарем говорили, вот мы видим мертвых и живых, и они все время, так сказать, между собой взаимодействуют. Мы видим мертвых и живых, взаимодействующих между собой. У меня ни одной ночи не было, чтобы я не видел мертвых людей, взаимодействующих с живыми. Те, которые умерли, которых я знал, они всегда у меня взаимодействуют. Просто они с удивлением, с удивлением это стали воспринимать, потому что до этого они спали совершенно, так сказать, ну, как бы, иной среде. Они по поводу медитации кверху, они перед сном кверху раз вылетали, и никаких сновидений нет, ничего не помнят. Вдруг они стали видеть сновидения. Это для них было открытием. Там и живые, и мертвые. Действительно. Они открыли для себя реальность сновидений, мира сновидений. Я все время удивлялся, что они до сих пор снов не видели? Конечно, не видели. Они выпархивали вот туда и ложились. Там от тела отрывались и спали. Тело само по себе, оно никак, так сказать, не контролировало то, что вот было у сновидений. И люди говорят, ой, мы, они не видели сны. Вот Будда спал, ложился на один бок, и на этом боку и просыпался. Сновидений, как и все. У нас-то работа идет в теле, напротив, вся вот эта вот, так сказать, энергетика, она скапливается в теле, открывается новая структура. Вот истинная сущность, истинная сущность начинает в сновидениях уже каким-то образом управлять нашим витальным существом. Ведь витальные существы, в сновидениях у нас как инструмент исполнительный использует, так же и витальные тела ты становишься сознательным в сновидениях. Там и живые, мертвые, да. В тех образах, которых мы привыкли их видеть. Ничего удивительного нет. У меня ночи не проходит, чтобы я не видел умершего человека. Нормально, я вас понимаю, понимаю, что его уже нет. Ну, как-то вот взаимодействие нормально. Не думаю, а к чему бы это? Некоторые, вот я увидел только что умершего, или там, не завертли он меня к себе, там, не призывает ли. Вообще-то чушь надо выкинуть. Никак не анализировать сновидение. Просто, иначе ты привяжешься и все, конец. Там целый проблем будет возникать. Ты будешь обусловлен, и так ты во всем обусловлен в этой жизни. А еще сновидение тебя обусловит. Почему бы, к чему бы, а зачем это? Все. То есть, сколько у нас привязок, сколько у нас всякой чепухи, которая мешает нам выйти вот на свободную, свободный контакт с божественной силой. Вот это надо видеть, это надо понимать, это надо, так сказать, как факт осознавать. Любое осознание этого факта уже освобождает тебя от такой рабской зависимости от всех этих условных вещей. вместо старой проблемы, отказа от жизни, отказа от трудностей, отказа от беспорядки, бегства в нирвану, принятие всего и победа. Это действительно, насколько я знаю, то новое, что принес с Реоробиндо. Но Иисус принес то новое. Здесь мать боготворила, конечно, с Реоробиндо, и вот культ его очень чувствовался в его отношении. Там был много моментов, которые об этом свидетельствуют. Она была против, так сказать, всего того, что является объектом поклонения, но она очень сильно, так сказать, зависела от той личности, с которой она долго была рядом. не только представление о том, что это возможно, это речь о Реоробиндо, но и то, что это истинное решение, и начать можно прямо сейчас. Действительно, никуда не надо бежать, никаких восходящих медитаций, никаких нирван, никаких, так сказать, бесполезностей тела. Речь все время в буддизме шла о бесполезности тела, это тупиковость. Понятно, что тело это тот инструмент, тот мостик, который должен стать, так сказать, из жизни смертной в жизнь вечную проложен. Именно тело, именно в теле должна происходить все эти процессы, процессы, так сказать, трансформации, процессы объединения этих двух миров, мира материального и мира тонкого. Именно в теле это происходит. Никакими способами бегства вы не освободитесь, не освободитесь от зависимости телесной до тех пор, пока ее не покинете, не решите проблему, проблему эволюционной трансформации. Так вот, современный практический опыт следования по пути сознательной духовной эволюции, действительно подтверждает необходимость работы конкретной именно в теле, что именно в теле и происходят все преобразования, все трансформации, которые действительно обеспечивают человеку становление на новую ступень эволюции. Только в теле, только здесь. Никаких бегств из тела, никаких попыток каким-то образом признать его, как говорил Бога, Будда, бесполезным, чурбаном, никаких попыток его насиловать, никаких попыток его аскетически доводить до состояния таскетистощения. Срединный путь, средний путь, это то, что действительно определяет отношение к нашему телу. Все время, говорит мать, все время я получаю указания, такие вроде бы банальные, и во всем, в каждой мелочи. Не клади этот предмет так, положи вот так, и вот внезапно что-нибудь происходит, он ломается или падает. Действительно, очень интересно. Мать здесь говорит о интересном процессе. В интересном процессе действительно жизнь начинает становиться, так сказать, таким полем маленьких чудес. Ты прекрасно знаешь, предвидишь, что если ты сейчас не положишь нам какую-то вещь сюда, ее вот через там полчаса или завтра разобьют. У меня по жизни в дом был, вот я чувствую, что вот это должна упасть, штука, да? Да, на другой день она падает, падает, потому что там кот прыгнул и все это свалило. Вот такие моменты, вот когда слышишь вот такие внутренние какие-то маленькие подсказки, вот сделай это, вот может быть это ненавязчиво, вот убери это там, поставь вот туда, не говори этого слова, не звони там кому-то. Вот такие маленькие подсказки, маленькие чудеса. То есть, если мать говорит здесь не о каком-то большом чуде, ух, здесь в теле произошло какое-то огромное чудо. То есть, по сути, нас учат на мелочах слышать голос нашего истинного существа. На мелочах. То есть, нам демонстрируется, как мелочь кажущаяся, может, если ты ее не послушался, то есть, ну, от нее голос, что может произойти? Пока на мелочах. Потому что, по большому счету, надо тем более слушать. А приучают-то на мелочах, вот на бытовых вещах. Понимаете, как интересно? То есть, ежедневно, каждодневно вот эти маленькие какие-то предупреждения есть. И потом, в дальнейшем, ты уже научившись слушать этот голос, ты начинаешь понимать, что и по большому счету, тем более надо это слушать, чтобы не делать глупости. Уже не умом ты это соображаешь, уже, так сказать, это не какие-то у тебя там, так сказать, логические рассуждения, просто вот это не надо. Вот это оставь, этого не делай. Туда не ходи, здесь не звони. У меня вот интересная такая, выработалась, ну опять-таки, в результате практического опыта, такая позиция. Я на все согласен, я соглашаюсь на все. Я, в каком смысле? Вот какой-то нежелательный, там должен быть разговор, какая-то нежелательная встреча. Я понимаю бесполезность этой встречи, я понимаю глупость ее, пагубность там, даже там, ну время жалко бывает так. Но я соглашаюсь. Я говорю, да, я согласен. То есть я соглашаюсь на худшее. Когда это должно состояться, это как-то рассасывается. Человек отказался, не пришел, там какие-то обстоятельства, все, ее нет. То есть соглашаясь, как бы по максимуму, на неприятные вроде бы, не желая этого, но соглашаясь искренне, ты этого и не получаешь. Это куда-то уходит. Рассасывается. Вот чудесным образом, вот это чудеса, маленькие чудеса. То есть согласитесь умереть, будете жить вечно. Я говорю, по максимуму. Все. Проблема снимается мгновенно. То есть соглашайтесь на все по максимуму. Искренне. И это нежелательное, чтобы вы не хотели. Вот первое такое, ну это нежелательное, видишь, бесполезность. Но соглашаешься, в чем искренне соглашаешься, не там, но я в конце концов соглашусь, вдруг это не произойдет. Нет, пусть произойдет, я согласен, но не происходит. Или происходит в таком другом варианте, не в том, который мог бы состояться, в таком нехорошем. В каком-то мягком совершенно варианте это происходит. Все. Вот это чудеса. Вот это чудо. Вот это я понимаю чудо. Не какой-то материальный учет, не какой-то фокус там в исполнении кого-то. А в тебе это происходит. Это внутренне происходит. Жизнь каким-то образом начинает действительно формироваться свыше. И к этому участие какого-то не прилагаешь. Только прислушивайся иногда, чтобы не делать глупости к тому, что изнутри идет. Больше ничего. То есть происходят маленькие чудеса. Нас приучают слушать голос истинной сущности. В бытовых мелочах кажущихся. Все. Ночи становятся все более невероятными. Каждую ночь я встречаю множество людей. Физически я их совсем не знаю. Ну вот сновидение в полной мере начинает разветваться. Она до этого не знала. То есть для нее до этого сновидения практически не существовали. Я так понял, когда я читал ранее ее. То есть признание на снах ничего не говорил. Как так странно? В сновидении ты полночь, пол жизни, треть жизни проводишь. Ничего не говорит. И вот она начинает говорить о сновидении. Значит, множество людей физически я их совсем не знаю. Но я связана с ними. Как бы близкими, рабочими взаимоотношениями. Как с кем-то, с кем встречаешься ежедневно. Это продолжается каждую ночь. Это разные люди. Так что получать? Что я работаю с сотнями и сотнями людей? Если она думает, что она действительно вот как проводник чего-то в этих сновидениях является каким-то катализатором каких-то общечеловеческих процессов или проводником чего-то. Такой интересный момент. Для нее это было открытие. Действительно, в течение ночи масса людей, там разные люди встречаются. Знаешь ты их и не знаешь. Вот и знакомые есть, и мертвые, живые. Ну, вроде бы, не удивляешь. Удивления никогда не было. Потому что я всегда сны видел. А для нее это было открытием. Она вдруг видит что-то необычное. Необычное. Это очень конкретно, говорит она. Конкретно, как физическая жизнь. Все происходит в тонком физическом. Конкретно в том смысле, что если ешь, то ощущаешь вкус. Когда прикасаешься и осязаешь, и запахи чувствуешь. А какие истории? История просто фантастические. Я-то не записываю. На это уходили бы часы. Да оно того и не стоит. Но какие бы это были рассказы. Действительно, запахи, ощущения, осязания, обоняния, я сознательно во сне это делал. Вот я понимаю, что я в сновидении. Вот я там цветочек. Я к нему подхожу. Не срываю. Я и в жизни не люблю чтобы срывать, срезать. Мертвые цветы. Конечно, мертвые начинают лучше пахнуть. Когда срезал, он пахнет хорошо. Так как труп тоже издает определенный запах. Цветы всегда пахнут. Когда их срезаешь, им больно, конечно. Но люди почему-то любят дарить эти букеты. Еле срезать, срубать, чтобы нарядить на два дня елочку. Так вот, обоняние, осязание. Я специально проводил эксперимент, понимая, что это сон. Понимая, что я нахожу в какой-то войной реальности. Вот я нюхаю там цветок. Я ощущаю запахи. Мне важно было еще почувствовать осязание. Есть ли оно? И вот я кое-какие части тела и одежды осязал, да, и осязание сохраняется. Вкус тоже есть на вибрационном уровне. Там вот, если чего-то начинаешь кушать, вдруг кушать. Там что-то такое тонкое из области пищи. Оно не тяжелое его тело-то нет, не взвешивается. Не тяжело. Но вкус есть. То есть, такие интересные вещи. Я проводил эксперименты ради того, чтобы почувствовать, как сновидение вот эти исчезают. Значит, есть какая-то связь вибрационная с телесными структурами. Там еще не распадается конкретно. Значит, на тонком плане и вкус сохраняется, и все ощущения сохраняются. Так что, без тела тоже можно ощущать. ощущаешься очень тонко, совершенно очищены. Так сказать, вот это ощущение. Они без примесей какого-то внешнего. Они очень конкретные. Не фонят. Не фонят окружающий мир. Такие эксперименты проводил. очень интересный был. какой-то период у меня был, я вот этим занимался. Это может быть лет, эдак 18 назад я пытался как бы делать. Когда что-то изменилось, я пытался в новых каких-то условиях посмотреть, что же во сне бывает. Что там сохраняется, что нет. По поводу военной и прочих угроз и опасностей. По сути, тут только одно утешение, что всегда происходит только то, что должно произойти. На все более позже. В таком сознании я и живу. Я совсем не беспокоюсь ничуть. Но хочу сказать, что на самом деле объективно мы не знаем ничего. Там как раз был такой индо-пакистанский конфликт в это время. Вот военные угрозы, там и китайцы поднимались. И вот она в конце концов говорит на все воля Божия. Конечно, все предопределено и как-то влиять, пытаться там что-то делать. Вот там, как они говорили, войну влияли там на 40-х годах, на Гитлер, на кого-то. Она начинает понимать трезво и здраво, что в общем-то все в руках Господа. И пытаться как-то бояться ли, пытаться предотвратить своими силами, это совершенно бесполезное занятие. То есть, начинает она прозревать в этом отношении, что полностью надо сдаться на его волю. Весь мир устроен так, что любое событие целесообразно для процесса духовной эволюции. Любое событие, в том числе и военные события, так говорил Стеор Абин, они призваны пробудить спящее человечество. То есть, вот когда болото застоялось, его надо каким-то образом там взбудоражить. Все конфликты, войны и революции с единственной целью, так сказать, происходит на земле, делаются руками людей, которые в неведении пребывают только для того, чтобы вот эту эволюционную ниву, духовную ниву, вспахать, там пересеять, как-то дать импульс к получению духовного урожая, чтобы души кристаллизовали эти рожки. Вот любые войны, геройская смерть или смерть там защиты отечества, это всегда потенциальный человек готов в следующем воплощении уже, так сказать, ну, себя, ну, как бы явить совершенно в новом качестве, потому что то, что происходит в последний момент перед уходом там из тела, вот, вот это войны, героическая смерть или что-то, это всегда потенциальный скачок вот такой, качественный скачок в развитии души. И не случайно, ведь наша страна столько потеряла миллионы людей, да, так вот, воплощение новое, это всегда люди, которые прошли через эти страдания, это люди, которые потенциально готовы, потенциально готовы на этой вот новой почве духовной взрасти, дать урожай. ни одна страна мира не обладает таким потенциалом духовным. Индия, мертвая страна, там все уже умерло. Тибетская религия, ламаизм и прочее, буддизм, это все тупиковые, веки, валятся. Католичество, западный мир, все это царство божие на земле, ислам еще, так сказать, держится, создает напряженность в мире, причем достаточно серьезная напряженность. Если бы не было ислама, противостоять, вот западу было бы некому. Вот эта напряженность, она позитивная напряженность, значит, запад все съел, и нас бы тоже съел. Мы не случайно тянемся к странам арабского, исламского мира, тянется Россия, тянется. Это тоже инстинктивно как бы вот эта тяга. То, что противостоит вот этому экспансии западной. То, что военные угрозы и опасность, мать говорит, я тут полностью как бы устранилась, не хочу ни на что влиять. То она пыталась там повлиять на Эндиру Ганди, там еще какие-то там президентов, потом она все-таки решила ни на кого не влиять, потому что на все его воля. Если на кого-то пытаешься влиять, то ты нарушаешь божественное вот это вот динамическое равновесие. Хоть ты и там ничто, ну что-то там может повлиять, бурю в стакане воды вызвать, но тем не менее себе ты вредишь безусловно. Себе это точно совершенно. Там ты ничто не изменишь, а себе вредишь. И она это начинает понимать. И говорит только одно утешение, что то, что должно произойти, то и происходит. Исторический период, имеется в виду исторический период человечества, он очень короток. И такая, как она есть, история полна неопределенности, при том, что она такая короткая. может быть сознательное усилие вред, вред вот индийских, появилось после тысяч лет поисков, изучения цивилизации, которые не оставили никаких следов. Ведь они примерно высчитали время появления человека на Земле несколько миллионов лет тому назад. А вот из-за этого времени мы знаем только пять тысяч лет. То есть история, та история, которая зафиксирована в письменных источниках, все пять тысяч лет, не более того. И вот история все-таки нужна такая, которая чему-то способна учить человека. Если мы не будем рассматривать историю сквозь призму духовной эволюции, а будем, так сказать, ее в каких-то других аспектах пытаться рассматривать, то никогда история нас ничему не научит. Поэтому я не случайно назвал вот эту новую книгу и главу книги «Утраченное крестьянство. История, которую учат». Чтобы хоть какие-то представления у нас в связи с тем, что происходит в историческом процессе в человечестве имели связь с тем, что мы с вами пытаемся делать с реализацией пути сознательной эволюции, поскольку это очень-очень взаимосвязанные вещи. И вся история человечества, вся история религии, тем более, это попытка, попытка выстрадать, кристаллизовать, каким-то образом очистить и привести человечество к единому учению, способному без всяких, так сказать, оговорок дать возможность людям духовно одаренно реализовать себя на эволюционном помощи. Вот все делалось именно в этом направлении. Очень интересно, интересно, сейчас я с историей религии занимаюсь, это такая достаточно сложная вещь, много приходится работать, много приходится читать, но когда ты читаешь и понимаешь, что конечный результат, тогда ты видишь какие-то ложные моменты, ложные посылы, как эти ветви мертвые отпадали, как напротив они пытались захватить большую часть человечества, как снижался их потенциал, резко снижался потенциал. Все это очень взаимосвязано, попытка это как-то в сознании упорядочить, иметь интегральный взгляд на историю, это очень важно опять-таки для людей, которые выбирают для себя тот путь, о котором мы говорим. Потому что знание смысла существования человечества, знание смысла существования конкретного человека, придает нам силы, дает нам возможность правильно оценить прошлое, оценить настоящее и предвидеть правильно будущее. Потому что предвидение будущего навсегда правильно происходит из яшного видения происходящего и того, что мы в реальности имеем. Вот эта динамика достаточно очевидна. В какой-то степени присутствие физического тела в том мире, каким он на сегодняшний день является, воздействует на работу. Работу по реализации пути, работу, которая сейчас делается. Является ли оно необходимым, физическое тело? Действительно необходимым. Если да, то для чего и в какой степени? Другими словами, существует ли то, что можно сделать только в физическом теле, или то же самое может быть сделано и как-то иначе? Она задалась вопросом о смысле физического тела, смысле нашего пребывания в физическом теле. Она еще для себя не ответила на этот вопрос, что именно пребывание в физическом теле есть единственные возможные варианты, способ проявить следующие ступени эволюции. Вот здесь она задается этим вопросом. Для чего тело, почему оно необходимо? Именно физическое тело. Или то же самое можно сделать как-то иначе, без физического тела. Вот этот вопрос она для себя еще окончательно не решила.